Спортивная жизнь в регионе не стоит на месте. Второй год подряд Ульяновская область проводит под эгидой здорового образа жизни. 2021 был посвящен детям. Мы открыли проект Герои с нашего двора. Мы построили полностью или реконструировали 11 объектов спорта и получили новые площадки, ГТО и новые объекты, физкультурно-раздоровительные комплексы. Мы впервые реализовали несколько объектов по ГЧП. Это Ледовый дворец, это плавательный бассейн. То есть год был наполнен яркими событиями. Ключевым событием, мероприятием это было проведение фестиваля школьного спорта среди стран СНГ. Эстафета от детского спорта переходит к студенческому. Одним из самых ярких событий станет 8-я Всероссийская летняя универсиада. Для масштабных соревнований требуется соответствующая инфраструктура. Это, конечно, строительство центра борьбы. Это у нас факот в Цильне. И мы будем реконструировать центральный стадион, чтобы он соответствовал уровню первой линии. Помимо качественной инфраструктуры, в тренировочном процессе спортсменам помогают современные технологии. Автоматизированная система «Мой Спорт» – своеобразный электронный журнал со всеми данными атлета. Каждый проведенный и введенный в систему тест становится маркером и отправной точкой для аналитики последующих результатов, а также динамики прироста результатов у спортсменов. Когда мы наложим все это на соревновательную деятельность, мы увидим наиболее эффективные тренировочные методики, которые способны выводить спортсменов на их форму. Как известно, спорт – это жизнь. Занятия физической культурой должны быть доступны для всех, в том числе инвалидам, ветеранам и другим льготным категориям граждан. Для них разрабатывается проект «Социальная спортивная карта». Предполагается, что на данные карты будут автоматически поступать финансовая поддержка и социальные выплаты. Льготники этой же карты сразу смогут оплачивать те или иные услуги спортивных учреждений. Поручаю Министерству спорта проработать вопрос запуска данного проекта, а также провести переговоры с частными спортивными организациями по вопросу применения у них данных карт. Еще одно поручение, поступившее от губернатора – подать заявку на проведение на территории региона первенства мира по хоккею с мячом в 2023 году. Анна Чайникова, Сергей Рябухин, репортер 73.